Блин, охраняют, смотри чё, толпенью такой. Держи лопату, блин. Волтик и... Ой, и бомжик, ништяк. Вот так, хорошо. Проклятушечка и непроклятушечка, да? Ништяк. Фух, освободили. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди и мы продолжаем. И это самая хардкорная, самая сложная выживалка на Android и iOS. Конечно же, Grim Soul. Тёмное подношение, что ты о нём знаешь? Давай я кратко тебе... Ну, во-первых, оно появляется у нас ночью, вроде как, только ночью. Ну и есть тут гарантированные награды. К примеру, 20 тканей можно поменять на 20 толстой ткани. 20 медной руды на 20 слитков медных. 20 железной руды на 20... Ну, ты понял, да? А вот что, значит, проволока на что меняется, я не знаю. Меняем? Меняем. В общем, это фантастическое место, где может тебе выпасть короб, да? Это самое главное. Но, чтобы получить короб, надо прям дофига чего положить. Надо что-то прям совсем. Да вы что, прикалываете, что ли? Ёки-палки, а! Смотри, это рандом. Могли дать и не ложки, но это жесть! Вонючие ложки на 20 проволоки. У меня просто проволока скопилась. Ладно, поехали. А что у нас по новостям? О новости, друзья, у нас есть. Один из жителей чумных земель обнаружил абсолютно новую локацию. Подозреваю, что это Жан Кер, да? Или как его там. Но он все путешествует и ищет свою опу приключений. Что это за место? Как туда попасть и кого вы встретите на своем пути? Да, к чему бы это? Возможно, у нас, значит, второй этаж подземелья истязателей скоро откроется. И мы будем садить на трон, на дыбу мужчину, да? Чтоб туда попасть в это место. Но это прикольно. Давай посмотрим скрин получше. Стены, исписанные какими-то знаками. Ну, я так понимаю, боги, да? Все связано с этим. Это прикольно. Это классно. Это будет что такое? Временная локация какая-то просто новая? Уже есть предположение, что это замок на севере? Нет, сомневаюсь. Мне кажется, в этом замке на севере будет какой-то лютый босс. Либо это, ну, что-то дикое будет. Короче, это не замок. Я думаю, это просто какой-то новый временный ивент. И, возможно, туда, значит, будем... А, возможно, кстати, этого пацана, которого на дыбу будем садить, да? Он в этом месте обитает. О! Ну, то есть, изгнанник, да? Подземелье истязателей там тусуется. А? Почему нет? Оставляйте свои комментарии, делитесь мнениями. Ну, прикольно, прикольно. То есть, пилякают, пилякают нам обнову. Ждем. Эти скиллы нам надо качать. Конечно, алтарь надо бы сделать, да? Побыстрее. Но, но, но. Давай сейчас просто покачаем скиллы. Как качает новичок скиллы? Просто играй, и все будет качаться, да? Можно, конечно, ускорить прокачку. Просто вберем и покупаем вот эти вот малые сундуки, да? И готовы, и будут тебе быстро скиллы. О, кстати, загадочный сундук. Смотри, и уздечка, и кормушка может тебе здесь попасться. Ты не был на стриме? Ты знаешь, что мы выбили? Седло. А где? В локации два черепа, конкретно в Сосновом лесу. Но это не имеет значения. Ты можешь его и здесь получить. Реально, просто в локации два черепа выбили седло. Без шуток. Ну, давай. Ну, как бы тоже хорошо. Мне как раз она сейчас нужна. Как ты видишь, я сейчас без штанов. Ну, я даже в данный момент не буду юзать. Я взял из дома вот эти вещи, да? А травку сейчас на ходу насобираем. Нас интересуют с тобой конкретно только ящики. Только ящики, да? Потому что все остальное нам не влезет. Когда ты начинаешь вскрывать ящики, все, привет. Ну, честно. Блин, ну чешутся руки. Травку пособирать, да? Ну, и все остальное. Потому что, ну, совсем как-то это. Травку, ягодки, да? Блин, смотри, я туруду и хочу ее срубить. Ты понял что? Вообще отстой. Ну, нельзя, да. То есть, ты пришел, если за ящиками, то бомби только ящики. Не отвлекайся, потому что все остальное тебе не влезет. Ладно, давай. На одном черепе, собственно, два-три ящика. На двух черепов три-четыре. То есть, четыре редко, да? Три в основном. Здесь два-три. Одного точно здесь не будет. Ну, и все. Вот и вся соль. Вот и вся суть. Как бомбить скиллы? Вот так вот. Просто ходишь, собираешь вот эти вот ящики. И убегай. Так, как мне, чтобы... Чтобы мне поменьше загреть бомжей этих. Причем, причем, да, третий ящик лучше ищи, потому что, блин, в нем дофига чего может попасться именно в последнем, в третьем. Так сказать, в заключительном. Да, блин, друг, серьезно. Я уже как бы все, ухожу отсюда. Ну, ягодку, да, ягодку вот эту. По-хорошему, конечно, надо собирать. Потому что это банально наш хилл прям сразу здесь, да? Как с куста. Да ты что, серьезно, что ли, друг? Вас тут не так много бы струнов, елки-палки. Ну, их тут дофига, в принципе, да? О, еще один, ужас какой. Проверяем. Проверяем третий ящик. Ползать на карачках, да? Ну, нафиг, это долго. Ну, все, нет третьего ящика, да? Ягодки собирать, травку собирать. Это все круто был, но фиг с ними. Вот, вот это место уже поинтереснее. Да, здесь уже поинтереснее. Где еще книжки падают, пока ты новичок и очень хорошо? Помимо вот локаций. Да прямо вот с этих мужчин. Представляешь, сам в шоке. Серьезно. Вот с этих бомжей еще книги падают, пока мы с тобой новички. Хороший меч, да? Где такое еще увидишь? Новичок лещом вырубает просто рыцаря. Супер. Ха-ха. Ништяк. Вот с этих рыцарей. Серьезно. То есть... О, убил рыцаря, получил стопроцентную книгу. Не, не так. Но, но, но. Шансы очень большие. Почему? Да потому, что мы новички. Кстати, ты слышишь звук, да? Прислужники где-то сражаются. Ёлки-палки. Прислужники вообще как бы... Ну, сильно, конечно, не затягивай, да? Но по факту сильно на них не обращай внимания. Пока мы маленькие, все нормально. Их достаточно много будет падать. Выпадать, да? Сражение. Скиллы свои заберем. О чем речь сейчас? Вот об этих скиллах. Нераспределенных три очеча у меня. Вон они. Вот самый опасный враг здесь для нас, да? Это литоволк. Ну, рыцари... Рыцари-то понятно. Рыцари-то понятно. Как вообще можно вот спасать их? Легко и просто. Я вот даже сейчас могу еще успеть спасти, да? Даже лопатой, реально. Ну, как бы лучше, когда ты будешь заниматься спасением, да? Заранее как бы. Зашел в локацию, слушаешь, да? Есть батл? Отлично. Сразу в бой. Слушай, я сейчас не успею спасти. Сейчас одного... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Нифига себе. Он сейчас очень медленно его будет убивать. Торопимся, ёлы-палы. Ящики забрать. Когда прислужник сейчас... Блин, вообще... Слушай, я не хотел на него лезть. Реально. Когда он сейчас, значит, его заколбасит, он кинется на меня. Они очень больно бьют, слушай. Ну, они сильные, реально. Вообще, я все четыре ящика. Вот так вот. Я тебе показал сейчас, как делать не надо. Так не надо делать, да? Пошел за ящиками, не трогай нафиг этих прислужников. Так, вот сейчас примерно он уже на меня побежит, да? А, не-не-не, все нормально. Он на меня... Я панику что-то разветывал. Он теперь просто заагрится, когда я рядом буду, да? Ну, все, типа, он запалил, что я против него и все такое. Короче, рядом с ним если тогда... Оу, привет, мужчина. Вон он стоит. Нет, это не он. Короче, суть понятна. Фу, я перепугался. Думал, ящики не дадут вскрыть. Я не успел бы. В общем, соль такая. Если ты бомбишь прислужника, тогда сразу его ищи, да? Просто сразу ищи. Услышал звук битвы, беги. И справишься с обычными дубинами. Самыми первыми, реально. Ну, лучше какой-нибудь даггер скрафти. Прям хорошо даггер зайдет. Вовремя дождь вообще, да? Да, вот так вот. У нас все всегда вовремя. Все сделано так, чтобы ты откиснул. Давай, 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 давай. Неплохо, да? Хорошо, прям. Прям не неплохо, а прям отлично. Книжку не дали, ну и фиг с ней. Где наши книги? Даже не знаю. Слушай, вот по-хорошему и надо спасать прислужников, да? Ну, а что потом тратить будешь время? Если сразу можно все объединить. Ну, как-то не очень удобно. То есть, если спасение прислужников, надо сразу оружие какое-то дополнительное брать, да? И все такое. Как-то не это. Не прикольно. Я и так взял две лопаты и одну, да, сточил об голову прислужника. Что попало, блин? Реально, что попало? У меня такой запас был хороший. Чтобы прям облутать локации 6 легко, блин. Так, хорошо. Сразу, да, положение по веревочке поправим. Ништяк, ништяк. Вот, ремешки, свечечки, да? Все надо, все надо. Как бы в любом случае, что бы мы с тобой не делали, мы идем в правильном направлении. Ты самое главное не откисай. Правило в гримсоли одно, да? Для всех. Чем бы ты не занимался, главное, живи. Выживи. Не теряй то, что ты собрал. Собрал ресурсы, отнеси домой, не падай. Почти везде в гриме, если ты упал, то ты все потерял. Все останется прямо на локации. Блин, вот сейчас собирать, короче, парик, да? Не очень. Ну, искать последний ящик. Из-за дождя. Им пофиг на дождь, а нам с тобой нет. Ладно, собираем. Опять два ящика. Я тебе советую, именно проверяй обязательно третий ящик. Почему? Ну, потому что, блин, тогда, когда он попадется на локацию, он редкий, да? Именно в нем и будет твоя книжка. Так сделано прикольно, да. Лютая волчонка нашли. Хе-хей, шикарно. Ну, это не может не радовать. Да, вот он. Прям сидит. Зелененький на мини-карте, да? Естественно, опять же, прислужники сражаются, да? Не-не-не, прислужники отдельная тема. Не ведись, блин. Не ведись, не отвлекайся на них. Так. Ну, погоди. Ну, погоди. Сейчас тебя спасут, друг. Медведь, ты ненормальный, что ли? Вообще не соображает. Я уже как подошел. Хорошо. Хорошо. Да, вопрос, что выкидывать? Ничего не будем выкидывать. Сейчас лопату сломаем, да? И готовы. И тогда выкинем. Вон они. Вон они сверху, да? Сражаются. Прислужники. Ага. Нафиг. Не-не-не. Вообще, даже не идем к ним. Ну, наконец-то, блин. Мощный удар. Том-1. Блин, шикарнейший скилл. Просто шикарнейший. Пока мы с тобой новички. Прям на сколько? Ну, не знаю. Я очень долго с ним бегал. У меня еще вот такая вот сейчас есть штука, да? Взор ворона. Но-но-но. Лучший сгоняющий тьму. Почему? Да, потому что, блин. Сейчас уже ночь, да? Скоро придет этот бомж. Но мощный удар. Очень хороший скилл. Просто доп. 10 урона. Если не трогать прислужников, ты в курсе, да? Ничего они мне, короче, делать не будут. Главное их сейчас это. Не шавелить. Ну, давай. Давай еще одну. Эх, блинчики. Ну, в любом случае, ништяк, да? Ресурсики поднимаем. Поднимаем. Блин, как ты мне дорог, друг. А всекает-то больно, слушай. Прям хорошо всекает. Да, я знаю, знаю вашу проблему. Голова течет, все нормально. А знаешь, почему такое с этим мужчиной-рыцарем произошло? Зимой без шапки ходил. Да. Вот. А сейчас, видишь, он без шлема. О. На поле боя пошел без шлема. Ну и все, привет. Так, слушай. Ну и все, надо отсюда сваливать, да? Давай только полечимся на максималочку. Все, красиво. Забираем свои ложки. Блин. Ты тут вообще, да? И все это давно надо. Три ящика. Ой, лютовалчонка еще же нашли, да? Оу, хорошо. Ради этого мы с тобой и бегаем. Мастерство дубина, представляешь? Фантастика. Фантастика. Нам нужен с тобой одноручный меч. Нам нужен Маргенштерн. Пернач. Первый левел. Все здесь ты можешь выбить. Реально. Хоть я и давно это все выбивал, но примерно так помню. Прямо вот так вот бегаем, да? Лутаем ящики. И первый, второй уровень книг выбишь. Конечно, ты не все скиллы выбишь, да? Ну, смотри. Проклятие. Сдерживание. Это очень крутые скиллы. Они падают с определенных боссов. Это уже совсем другая история. Эсподон. Крейгмессер, да? Клеймор, блин. Нет, они тебе не выпадут здесь в одночерепковой локации и в двух. У вороты вот от этих пацанов. Истязатель. Палач. Там жрица. Это, блин, определенные локации, определенные скиллы. Траппер, энергичный. Предельная концентрация, воскрешение. Все это тебе не выпадет. А вот, к примеру, луженое брюхо. А иммунитет не помню, слушай. Оборона в толпе, да? Вот это вот можно выбить. Опять же, если я не ошибаюсь, да? Давно я это все выбивал. Но примерная тема понятна. Очень многие книги выбиваем мы прямо сейчас, прямо здесь. Никуда не надо для этого ходить. Ой, слушай, нам веревочки не хватало, да? Теперь будет хватать. Ну, неплохо, да? Помимо книг, смотри-ка, что мы еще волка нашли. Нужных ресурсов. То есть, в принципе, ты не порожняком бегаешь. Добыча ресурсов, это более оптимальное развитие. Это вообще максимальное развитие, да? Да, оу, хорошо, да? Три книжки. Чутье добычка, известняк. А эти все сражаются, бомжи. Да, у меня меч, все, привет семье. Казалось бы, что ползти, да? Ну, а вдруг сейчас нам фартанет? И как-то мы более-менее... Че, серьезно, что ли? Да, серьезно. Еще один лютоволк. Ха-ха, грязь. Хороший вроде, какой-то цвет такой интересный. Эх, блин. Главное, никого не заагрить лично. Все, ночь прошла, отлично. Забираем срочно своего лютоволка. Класс, да? Целых двух нашли, ужас какой. Сам в шоке. Блин, их прокормить сложнее, слушай, чем найти. Серьезно. Ну, как бы это круто было, что нашли. Но прокормить их, ё-моё. Места даже нету, ты понял, чё? Даже дубину вонючую скрафтить. Так, давай забираем наше сокровище. Без оружия, конечно, полная фигня. Ништяк в любом случае, да? Ну вот, прогоняют меня. Ничего тогда. Ой, вот этот ящик вообще рыцарь защищает. Ну и фиг с ними. Всё, валим. Ну что, давай подведём итог. Два люта волка, ну это грязь вообще. Просадили, казалось бы, хил, да? Посмотри. Мы не просадили, мы в плюсе. Плюс. Для постройки наших с тобой. Пыточный стул, стойло, алтарь, да? Свеча, цепь. Вот это ерунда. Вот это, блин, ну классный лут, да? И самое главное, самое главное, три книги. Что выпадает? Ну тут как уже фартанёт. Важно другое. Ты так раз пофармишь, два, три. Ну и в итоге, да, ты разовьёшься до серьёзных разберов, раскачаешься. А мы выбили три книги. Мне кажется, это очень круто. Известняк. Дубину. И мощный удар. Шикарно, шикарно. Представляешь, это 10 раз повторить подобные штуки. Ну плюс 20-30 книг, грубо говоря, у тебя упадут на персонажа. Понравился ролик? Оцени луксом. Если давно подписался, красавчик. Не подписался? Подписывайся. Видосы выходят каждый день. Не пропускай. Пока-пока. Ну и самое главное, удачи тебе. Влубень и она нужна.